Новичок. В кавычках и без. Путинский режим выявил одну простую вещь. Для ненависти не нужно никаких всемирно-исторических оправданий в виде законов классовой борьбы, марксистского учения о базисе и надстройке и так далее. Ненависть питает сама себя. Это своего рода вечный двигатель. Она приводит в действие ядерную программу и всю технику массового уничтожения, включая химическое оружие и невероятное по силе нервно-паралитическое вещество «Новичок». Один грамм убивает 250 человек. Вот точно таким же «Новичком» оказался и сам президент в мировой политике. Не то ново, что этот агент нервирует и парализует весь мир, разрушает, действует подкупом, страхом и отравой, создает повсюду врагов, а то, что все это делается из чистой ненависти, которая не нуждается ни в каких разумных обоснованиях. Как писали первые биографы, Путин, цитата, «оказался новичком в большой международной политике», Рой Медведев, цитата, «это вовсе не политик, а энергичный новичок из чиновников второго плана». Путин и в самом деле оказался новичком только с большой буквы. Вопрос, заданный в начале первого срока «Кто вы, мистер Путин?», по итогам обнуления четырех получает внятный ответ «Прокладчик кратчайшего пути из любой начальной точки в конечную, в точку небытия». Новичок открыл прямейший ход к разрушению миропорядка, без всяких околичностей, идеологических заморочек. Он оголяет мировую политику до скелета. Ненависть не нуждается в доказательствах. Это по-своему такой же психически чистый продукт, как любовь. Сравнивают новичка с большой буквы с Ким Чин Ыном. Тоже донельзя токсичным. Но рядом с российским президентом он просто отстой. Ведь Северная Корея все еще действует по старинке, прикрываясь марксистской ветошью, рабочей солидарностью, учением чучхе и тому подобное. Иран, Куба и прочие государства-изгои тоже пережитки 20 века. У одних традиционная религия, у других своя версия социализма, поместь Маркса и Хосе Марти. Еще раньше для Гитлера оправданием войны была расовая теория. Сталин опирался на теорию обострения классовой борьбы и построения социализма в отдельно взятой стране. Сколько лишних слов, догматических споров, правых и левых уклонов, ревизионистских и оппортунистических искривлений. Кому нужна теперь вся эта схоластика, ставшая книжной пылью? Благодаря путинизму выяснилось, что в 21 веке сложно разработанные идеологии и мифологии со своими философскими теориями, вроде марксизма-лининизма, вообще не нужны. Вероятно, они соответствовали сравнительно низкому уровню информационного развития общества 19-го начала 20-го веков. Идею нужно было долго вколачивать в сознание масс, чтобы она постепенно становилась материальной силой. А сейчас всё распространяется мгновенно и требуется лишь простейший импульс «мы-они» или попросту запах крови. Как ни странно, усложнение информационных систем, имитирующих и как бы заменяющих мозг, упрощает стадного человека до биологической сути, до простейшего рефлекса ненависти. «Как действует новичок», в кавычках. Научное описание. Цитата. «Попадая в организм, отравляющий агент химически связывает белок, регулирующий передачу нервного импульса. Это приводит к тому, что к тканям организма, органам и мышцам начинают бесконтрольно поступать нервные сигналы. В результате происходит перевозбуждение сердечных, дыхательных и других мышц». Конец цитаты. Не напоминает ли это технику вмешательства в американские выборы? Создание фальшивых аккаунтов, тролли, боты, симуляция активности множества фиктивных групп, провоцирование левых радикалов с целью большей радикализации правого сектора. Оказывается, электронным сетям тоже можно придать нервно-паралитический эффект. Цитата. «В результате чего жертва отравления не может дышать и испытывает очень сильные боли. Это пытка. Это абсолютно неизлечимо». Конец цитаты. В электронных сетях пока еще излечимо, но результаты нервно-паралитического воздействия примерно одинаковы во всех формах – химической, информационной, геополитической. Если, например, «Новичок» с большой буквы проникает на чужую территорию, там распространяется бандитизм и коррупция, люди нищают, прекращается экономический рост, ничто не радуется жизни, наступает морок, и история прекращает течение свое. У крупнейших хищников 20 века по крайней мере были за спиной экономические чудеса в кавычках. Германия и СССР в 1930-е годы стремились к внедрению «самого передового строя» на землях варваров. «Новичок» опять-таки уникален в мировой истории, поскольку никаких аргументов «высшего порядка» в кавычках, ничего, кроме скелетов в шкафах, у него нет, да он в этом и не нуждается. Конечно, в запасе у «Новичка» масса риторических средств маскировать эти скелеты, но маска оказывается всякий раз издевательски поддельной и не столько скрывает, сколько обнажает вздорность и ненужность всяких причин и доказательств. Под каждый акт ненависти подкладывается некое заведомо абсурдное оправдание. Почему нам нужен Крым? Так ведь там Херсонес, святой для русских, как стена плача для евреев. Отчего война в Донбассе? Это шахтеры и трактористы взялись за оружие, приобретенное в Вейнторге. Отчего мы в Сирии? Так ведь на террористов надо напасть, пока они не напали на нас. Почему убили сотни школьников в Беслане? Чтобы не поощрять террористов и отменить выборы губернаторов. Ядерные угрозы Западу. Потому что наши партнеры недопоняли нас тогда-то, недоуважили в том-то. Зачем разгонять митинги и арестовывать несогласных? Чтобы Саракашвили не бегал по улицам? Курск? Он утонул. Навальный? Он заболел. При этом новичок все время усмехается в песковские усы, как будто подмигивает, давая понять, что все это пурга, и мы, как умные люди, это понимаем. Вот это и есть изобретение путинизма, которое потенциально может завершить ход истории. Химически чистая ненависть, которая упорно ищет слабые места в миропорядке и расчетливо в них бьет, не нуждаясь ни в каких теориях и доказательствах, ни в каких преобразовательных планах или идейных стимулах. Этот яд парализует нервную систему просто тем, что перевозбуждает ее, взрывает изнутри. Продолжение следует...